Наш корреспондент Геннадий Вивденко готов выйти на связь со студией и рассказать, как переживают блокаду жители при фронтовых территорий Донбасса. Гена, здравствуй, расскажи, что говорят люди, на что они настроены, чего опасаются и на что надеются. Добрый вечер, Катя. Нам удалось опросить местных жителей, как говорится, с той стороны. Каковы же последствия ведения торговой блокады официальным Киевом? Вот, что рассказали люди, которые стояли в очереди перед пунктом пропуска на нашу территорию, в Майорске, неподалеку от оккупированной Горловки. Не хочу ни этой блокады, ничего я не хочу. Я хотел бы, чтобы уже давно были все в месте, и не было этой войны, и этого был только мир. У нас, как не было угла, у нас личное отопление. Так и нема угла. Скатами дитям в садик утоплять. Мыслимо, так и было. Когда так и было? Им блокады, они гроши делят, а на садики замерзают, а школы. Сейчас поток с той стороны увеличился. Большие колонны машин стоят с четырех утра и до... Только к вечеру попадают на подконтрольную в Украине территорию. Люди едут к родственникам. Надо что-то порядок навести. В своих хатках живут, какие-то порядки навести. Десь что-то побелить бабушки, десь что-то постирать. Так и едем. Шоши, 83 года уже. Между тем, люди с той стороны свидетельствуют. Там нет возможности для заработка. Есть социальная помощь, но с перебоями. С украинской стороны разрешают вывозить не более 75 килограмм продукции. Причем по 5 килограммов одного вида. Например, свинины. Таковы правила. Безработица полная. Ну а как же. У нас в основном молодежь выживает за счет родителей, которые получают пенсию. А работы нет. Семьи с той стороны продолжают выезжать с оккупированных территорий. Мы встретили одну из них. Люди выезжали из Луганской области. Нужно просто-напросто заканчивать эту войну. Никому не нужно. Чтобы люди не срывались с места. В данном случае семья уезжает. И все. А торговля это уже какая-то доля от всего. От этого безумства. Вот такие настроения царя среди тех, кто выезжает с оккупированных территорий Донбасса. Тем временем торговая блокада, так называемое Ордло, продолжается. Студия. Ген, спасибо. Геннадий Вивденко был на связи из Донецкой области.